Всем привет, друзья! С вами Дмитрий, канал LEGO CrazyMotion. И сегодня я вам хочу показать офигенную новинку с Алиэкспресс. Это солдаты на Waterloo. Китайцы, наконец-то, сделали свою историческую линейку. Прям реально очень крутую, аутентичную историческую линейку по английским и французским солдатам. Китайцы сделали по 4 типа солдат от каждой страны. Очень надеюсь, что они на этом не остановятся и сделают дальше. Но вот пока у нас имеются британцы и французы. Французов я вам могу показать только на экране, потому что я купил, они еще не пришли. У нас есть старая гвардия, у нас есть линейная пехота и два типа всадников. Это все придет, я потом обязательно покажу. Ну а теперь давайте посмотрим британцев. Какие же британцы появились на Waterloo, на Наполеонику, на Алиэкспрессе. Для начала я взял отряд шотландцев. То есть они могут быть как некие музыканты, так и собственно... Так, что у меня на щеке? Это принт. А у этого нет, это же грязь. Принт грязи. Короче, шотландцы. Взял я пак шотландцев. Будет у меня их человек 10. Будут идти играть на волынках. Но из них же можно делать и просто боевой отряд. Значит, шотландцы. Теперь на Алиэкспрессе будет явно очень много волынок, потому что они сделали этот молд. Значит, волынки теперь есть. На спине там фляга, под сумки, на ногах юбка, ноги голые. Все логично. Спереди тоже принт можно посмотреть. Сделали китайцы уникальный молд шапки. Такой не делал никто никогда. То есть нельзя китайцев обвинить в том, что они что-то украли. Нет, они все сделали свое. Свой дизайн. Свой молд головного убора. То есть вообще молодцы. Плюс шотландцы шли вот с такими вот прямыми. Как это палаш, по-моему, называется. С прямым лезвием. Не знаю, не помню. По-моему, палаш. Короче, вот такая вот сабля. Холодное оружие. И вот так, на вскидку, по-моему, вроде ничего больше в руках у них не было. Вроде бы нет. Короче, это шотландцы. Первый тип британцев на Наполеонику. Дальше. Следующие у нас идут британцы, которые, я честно говоря, не всем понимаю, кто это. Они идут с пиками и с пистолетами. При этом у них походные рюкзаки сзади очень крутые. По-моему, это они у Brickforge или у Brickwarriors подрезали идею с этими рюкзаками. То есть это не просто какой-то там леговский. Нет, это прям вот именно исторически аутентичный тот самый рюкзак, похожий, с которыми британцы как раз-то ходили. То есть китайцы вот в очередной раз поразили. Дальше. Пистолет. Они сделали не копию Brickarms, они сделали свой пистолет. Свой молд, свою отливку. То есть тоже не придраться. Принт на груди, на торсике спереди-сзади, он похож на принт шотландца, но все-таки отличается. То есть в некоторых деталях мелких принты отличаются. Поэтому нельзя сказать, что это прям тот же торсик, что и от шотландца. Нет, это немножко другой все-таки. Там и эмблема отличается, и там по мелочи. Значит, так как не все британцы шотландцы, то у этих мы видим нет юбки, у них штаны со складками. Вот у одного из них я снял рюкзак, чтобы посмотреть, что под рюкзаком. Под рюкзаком принт, кстати, от шотландцев тоже отличается. И подсумок другой, и лямки немножко другого цвета, и по-другому расположены. Так, у них эпалеты, у этих непонятных товарищей. Также обратите внимание на кивер. Кивер это тоже отдельный молд, это не то, что раньше была леговская шапка, которая теперь просто идет. Нет, это отдельное теперь делается китайцами, подозреваю, так как это долгая история. Раз они сделали специально молды, то, значит, такого добра должны много выпустить. И в каждый головной убор втыкается на выбор либо что-то типа пера, я не знаю, как это называется, либо вот такой вот шарик. То есть я видел картинки, когда британские солдаты вот с такими шариками ходили, белыми либо красными. Ну вот я всем повтыкал, ну перо неправильно называется, но... Короче, наверняка в комментариях появится кто-нибудь, кто скажет, как это правильно называется. В любом случае, это второй тип британцев. Их убираем. Дальше, мои любимые, собственно, то, что я купил первым, как ни странно, это 95-е, британцы 95-е, так называемые стрелки. Если вы смотрели с Шоном Бином сериал, Шарп называется, вот он как раз про 95-ю, эту дивизию. 95-е были известны тем, что они, ну это именно вот были стрелки, и у них вот по Ватерлоу, я помню, там какая-то история была, что у них винтовки были чуть более дальнобойные и точные, чем у большинства солдат. То ли уже нарезные они были, короче, фиг знает, но они стреляли дальше и то и точнее. Собственно, 95-х я хотел использовать в новой серии Ватерлоу. Там была такая история, что когда Наполеон по центру уже почти продавил и вывел пушки для того, чтобы прямой наводкой сносить британцев на холме, так получилось, что первые три пушки, которые появились и были готовы к обстрелу, рядом с ними оказалось несколько человек из 95-й. Они прятались там, по-моему, в пшенице, где-то там в поле. И, короче, вот эти вот ребята из 95-й, они просто с дальнего расстояния перестреляли всю прислугу у пушек. И получилось, что стояло у фермы там 3-4 пушки, а возле пушек никого не было, никто стрелять не мог, всех поубивали. Вот, так что сорвало как бы атаку и внесло такие вот достаточно ключевые коррективы во всю битву. Так что 95-й, они там достаточно крутые ребята были. Ну и вообще-то в самом начале битвы в Ватерлоу, там, когда к ферме Угумон шли французы, вот они проходили через лес. Вот этот лес тоже защищали 95-е. Они там отстреливали как раз-то издали французов, тоже нанесли большой урон. Но тогда у меня не было этих фигурок, поэтому у меня были там красные мундиры. Но сейчас у меня 95-е появились, поэтому они у меня в третьей серии Ватерлоу. Это уже четвертая серия про Ватерлоу, кажется, будет. В общем, короче, в следующей серии про Ватерлоу 95-е у меня появится. И последнее, что у меня из британцев еще есть, это обычная линейная пехота, которую вот тоже китайцы сделали. У меня сейчас их человек 10, а будет намного больше, потому что они мне понадобятся в последней части Ватерлоу, когда британцы будут делать каре. Вот там нужно будет много пехоты против кавалерии. Они должны сесть в каре, и у меня пехоты явно не хватало. Я раньше думал, как же мне Ватерлоу завершить, как мне доснять эту историческую часть, если у меня просто банально не хватает пехоты, чтобы сделать каре. Нужен там человек 50, у меня, по-моему, человек 20 красных мундиров. Но вот теперь у меня их будет точно больше 50, сделаю там 2, может быть, даже 3 каре, и кавалерия теперь будет французская, чтобы так красиво в керасах проноситься рядом, так что все будет нормально. Ну и плюс уже и исторически аутентичная старая гвардия появилась. Так что китайцы вообще молодцы, я в полном восторге. Так, ну и давайте посмотрим, значит, вот тут у меня есть еще несколько фигурок нераспечатанных. Вот в таком пакетике идут все фигурки. Собраны ноги, торс, голова, а дальше руки, палета, рюкзак, там все остальное оторвано. Ну и вот видите, на таком литнике, на выбор либо перо, либо шарик можно втыкать в кивер. Значит, линейная пехота идет, принты такие же, как у, похожи на, кого он похожа? Ну да, на этих похожи. Я бы сказал, что вообще один в один. Только эти с ипалетами, а эти без. И перо отличается по цветам покрашен. И винтовка. Винтовка идет, опять-таки, винтовка отдельный молд. Китайцы сами это сделали, сами придумали. И она идет со штыком. Как крепится штык, мне не очень нравится. Но в целом достаточно интересно. То есть, ну не знаю. Не, ну может, может и ничего. Короче, ладно, нормально. По-моему, даже исторически правильно, что оно идет немножко сбоку. Вот, короче, в общем и целом вот такие вот у нас британцы на линейную пехоту. И давайте их теперь всех вместе посмотрим. Ну что, друзья, вот показал я вам новинку Алиэкспресса. Британцы на Наполеонику. Четыре типа британских солдат. Скоро подойдут французские четыре типа. На них тоже сделаю по-быстрому какой-нибудь обзорчик. Ну и те, кто увлекается историей, должны быть в полном восторге от этих фигурок. Так что ссылки все в описании. Смотрите, фигурки недорогие. И, ну, я знаю, что эта тема, конечно, не очень популярна. Не такая популярна, как Вторая мировая. А здесь именно больше для ценителей истории, для ценителей вот наполеоновских войн 19 века, для узкоспециализированных таких фанатов. Но как раз для меня. Мне подходит. Вот. Так что я с восторгом жду еще французов. И очень надеюсь, что появится еще кто-нибудь. Там Пруссия, Австрия, даже Россия. Я посмотрел бы. Я бы купил. Все. На этом буду прощаться. Ссылка еще раз в описании. Оставляйте ваши комментарии. И до новых встреч на канале. Всем удачи, счастливо. Пока.